Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью с вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях директор Федерального научного центра овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Российской Академии Наук Алексей Солдатенко. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Мария! Поздравляем вас! Буквально несколько месяцев назад получил звание член-корреспондента Российской Академии Наук. Сразу первый вопрос. Насколько долгожданное событие было для тебя? Конечно, очень долгожданное и в то же время неожиданное. Потому что это, с одной стороны, конечно же, признание заслуг, но в то же время, в пору того, что я довольно молод для член-корреспондента, это, конечно, больше такое предложение для плодотворной работы на перспективу. Это, конечно, большая ответственность, поэтому это говорит о том, что нужно будет впереди много очень работы. Что говорили тебе твои старшие коллеги, именно из Академии Наук, как они вообще такой выбор оценили, одобрили ли? Ну, коллеги признают, что без овощей современная жизнь невозможна, и овощи – это важный элемент питания рациона здорового человека. Поэтому, конечно же, они поддержали выдвижение кандидатуры руководителя Федерального научного центра овощеводства, потому что придают значимость, конечно, овощным культурам. Ну и, конечно, они поддерживают саму работу центра, и выбор академиков, член-корреспондентов в мою пользу – это, прежде всего, оценка труда деятельности всего центра, всех сотрудников, которые работают на благо Российской Федерации нашей страны уже практически сто лет. Алексей, не случайно пригласили тебя в нашу студию именно в начале февраля, ведь 8 февраля – это день на российской науке. И 2020 год – юбилейный для Федерального центра. Это год столетия Грибовской знаменитой Грибовской станции. И, конечно же, я знаю, что очень много мероприятий запланировано именно в связи с этой датой. Да, действительно, 2020 год для нас является знаковым, юбилейным. В марте 1920 года была создана Грибовская овощная селекционная опыта станция. Это первая станция в Российской Федерации, ну тогда в РСФСР, которая занималась как раз вопросами овощных культур. Тогда это назывались огородные растения. На тот момент в реестре селекционных достижений нашей страны в основном были зарубежные сорта. И история циклична, и в пору гражданской войны наши западные партнеры также стали понимать значимость семян, в том числе и овощных культур, для молодого советского государства и увеличили цены на семена. Соответственно, было принято решение Народного комиссариата земледелия о том, что необходимо заняться как раз созданием своих селекционных образцов, своих сортовых гибридов овощных культур. Именно с этой целью была создана Грибовская станция, и вот она работает на благо Российской Федерации уже практически сто лет. Центр были разные периоды, но без сомнения сейчас он в полном расцвете сил, и сейчас это огромный федеральный научный центр, который включает в себя филиалы, которые находятся в разных регионах нашей страны. Да, действительно так. Историю нашего центра можно разделить на три этапа. Первая, как я уже сказал, это Грибовская овощная опытная станция. Это первая станция, в которой, в принципе, создавалась методика селекционной и семенауческой работы по овощным культурам. Это был знаковый период истории нашей страны, и учреждение действительно заняло ту большую нишу по созданию новых сортов и гибридов овощных культур. Период Грибовской станции длился с 1920 по 1970 год. В 1970 году правительством Советского Союза было принято решение о создании на базе Грибовской овощной и селекционной опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института селекции семенауческой овощных культур. И, конечно же, были приняты во внимание те задачи, которые выполнялись раньше Грибовской станции, конечно же, были учтены те заслуги учреждения в создании сортов и гибридов и как раз обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Ну и, конечно же, были расширены задачи. Это углубленное научное исследование по генетике, по экологии и по физиологии овощных культур. И, конечно же, селекция и семеновозство овощных культур. Так появился знаменитый ВНИСОК. Так появился знаменитый ВНИСОК, аббревиатура… Между прочим, подарил, перебила тебя огромное количество молодых ученых в нашей стране. Ведь студенты просто мечтали проходить практику или аспирантуру именно здесь. Да, это действительно так. Много… Со всего Союза приезжали. Много ученых как раз прошли в школу Всесоюзного научно-исследовательского института селекции науставочных культур. Я в том числе, я сам приехал студентом-практикантом в ВНИСОК и прошел путь до директора института. Но действительно, как вы отметили, это большой период и большой объем работы выполнялся сотрудниками станции не только по созданию новых сортов и гибридов, но как раз по подготовке новых кадров ученых по селекции семеновозства овощных культур для нашей страны. И многие наши выпускники, которые прошли школу аспирантуру и докторантуру, сейчас занимают лидирующее положение как в коммерческих структурах, так и в других научно-исследовательских учреждениях по другому направлению. Но все являются как раз выпускниками в ВНИСОК. Все прекрасно помнят, что 90-е годы были достаточно сложным периодом, и в том числе это коснулось и центра. Все-таки вот насколько удалось сохранить те традиции, которые были заложены с начала работы Грибовской станции? При грамотном руководстве Виктора Федоровича Перуарова были сохранены традиции Грибовской станции, они были приумножены уже во ВНИСОКе, и, конечно же, большая часть их перешла и в 90-е годы на ВНИСОК. Конечно же, учреждение столкнулось со сложностями, как и любое государственное учреждение в нашей стране. Но учреждение пережило этот сложный период, и сейчас вышло на тот этап, который позволил уже в 2017 году ВНИСОКу стать Федеральным научным центром овощеводства. ВНИСОК как институт стал базовой организацией создания этого центра, и к институту в качестве филиалов были присоединены 8 учреждений по всей России. Теперь сеть наших филиалов от Приморского края до Ростовской области. Почему все-таки был выбран именно наш центр? Почему взгляд пал именно на ВНИСОК? Здесь ряд как раз вопросов поспособствовал этому. Это, конечно же, материально-техническая база нашего института была наиболее оптимальна для головного учреждения. Это же, конечно же, в первую очередь, это специалисты, которые в институте продолжали работать, несмотря на сложный период 90-х годов. И вот вы уже отметили этот дух Грибовской станции, этот дух ВНИСОКовцев. Он, наверное, продолжал работать. Все-таки, наверное, потому что ВНИСОК это и был, и остается флагманом. Все верно. ВНИСОК во все годы... Отечественного овощеводства. Да, ВНИСОК во все годы был методическим центром по селекции семенового овощеводства и культур. И в рамках государственного задания ряд других научных учреждений доходило до 40-ка, которыми методически руководил ВНИСОК. У нас в советский период было также много опытных станций и филиалов по всей России. Их доходило до 15-го. В какой-то период с 75-го по 81-й год у нас даже был опытный участок на острове Куба. Все-таки сегодня что представляет собой Федеральный научный центр овощеводства? Это большой научно-методический центр по селекции семенового овощеводства и культур. На нем висит как раз основная задача – это обеспечение продовольственной безопасности по овощным культурам в стране. Насколько эффективно Вы справляетесь с задачей, которую поставил президент Российской Федерации? Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, новая доктрина продовольственной безопасности, была утверждена 21 января, буквально несколько дней назад. И мы ведем активную работу в этом направлении за период нашей деятельности, нашего учреждения. Создано более 1400 сортовых гибридов по 120 различным видам овощных, пряновкусовых, бахчевым культурам. Так что в нашем учреждении исторически так сложилось, что мы не только занимаемся созданием сортовых гибридов и подготовкой методики для селекционной и семеновоческой работы. Мы также параллельно разрабатываем методики и технологические подходы для получения оптимального урожая. И поэтому мы создаем тот готовый продукт. То есть мы занимаемся селекцией, созданием новых сортовых гибридов. Мы занимаемся семеноводством, то есть размножаем овощные культуры. Под эти же культуры мы создаем технологии, которые позволяют нам наиболее оптимально получать урожай. И мы же занимаемся получением готового продукта после семеноводства. Мы фасуем наши семена и мы же их реализуем. Куда идет продукция? Продукция идет практически по всей нашей стране и странам СНГ. Запрос со стороны зарубежных коллег и интерес к вашим разработкам есть? Да, конечно, есть. Он, конечно, не такой, какой был в советские годы, когда у нас был совет экономической взаимопомощи со странами Варшавского договора. Но мы постепенно возвращаем себе позиции. Конечно, конкуренты у нас очень сильные. Это голландская селекция и ряд других стран. Но свой рынок мы, конечно, должны завоевывать. Сейчас большое количество семян овощных культур занимает товарное производство Российской Федерации. Но задача, которую озвучивал президент нашей страны, это как раз обеспечение продовольственной безопасности. И один из показателей, это как раз семена овощных культур, семена основных сельскохозяйственных культур, в том числе овощных культур, должны быть в большинстве своем отечественном производстве. Все-таки вот сегодня хотелось бы, чтобы ты рассказал о коллективе, который каждый день в тесной связке, с кем ты работаешь. Кто сегодня трудится в бывшем НИСОК? Вы знаете, бывшего у НИСОКа нет. У нас так сложилось, что в месте Грибовской станции, впоследствии это был поселок для сотрудников станции, затем это поселок расширился, но он получил название по аббревиатуре института. И поэтому в НИСОК, хотя и утратил название института, но он продолжает быть вокруг нас. Поэтому мы все остались в НИСОКовцами. А что касается сотрудников, это замечательный коллектив, коллектив профессионалов с большой буквы, который в сложные минуты сплачивается и работает эффективно на результат. И то же самое я могу сказать практически про каждого сотрудника и наших филиалов, которые, конечно же, сейчас, работая совместно с нами, увидели ту энергетику, которая идет от наших селекционеров, конечно, впитывают ее и идут в этом направлении, как и мы. Насколько сегодня охотно идут молодые специалисты в науку? Был сложный период, как раз в 90-е, начало 2000-х, но сейчас мы этот период преодолели. Мне кажется, Леш, в первую очередь, конечно, ты своим примером просто стираешь все стереотипы. Молодой руководитель, 39 лет, я повторюсь, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Российской Академии наук, написал и издал не одну, в общем-то, книгу, да. Ну, вообще, глядя на тебя, мне кажется, можно говорить о том, что наука молодеет. Ну, опять же, возвращаясь к президенту Российской Федерации, он как раз и на встрече с президентом Российской Академии наук как раз и указывал на то, что средний возраст ученых, конечно, очень велик, и, конечно, нужно омолаживать науку. Ну, и вот последние выборы в Российской Академии наук как раз и показали, что как раз идет тренд на омоложение и ученых, и я, конечно, тому же тоже живой пример. То, что касается молодежи в науке, да, непросто, но идет динамика на улучшение жизни ученых, есть ряд программ, которые помогают и стимулируют. Но в качестве вот в нашем учреждении, вот вы уже отмечали, Маша, о том, что с удовольствием ехали на практику. А студенты, практиканты, это, по сути, будущее, часть из них, это, конечно же, будущее нашей сотрудники. И, понимая это, мы немножко перестроили нашу работу за последние три года. Мы сделали научно-производственную практику более интересной. Если студенты, практиканты у нас приезжают где-то на два месяца в среднем, то мы сейчас сделали, разработали программу по такому небольшому обучению наших студентов-практикантов. То есть во второй половине дня, в течение двух недель, они проходят так называемые курсы ознакомления с селекционной и селенауческой работой. Ведущие ученые нашего учреждения читают лекции, рассказывают о своей работе и рассказывают о примерах, ну, в том числе и на своем примере. Ну, открываю эти лекции я сам, рассказываю о учреждении, ну, и, конечно, своим примером показываю, что все в ваших руках, всего можно добиться самому. Какую обратную связь получаешь от них? В позапрошлом году у нас было порядка 16 студентов на практике, и к нам поступили в прошлом году на работу, мы приняли три новых сотрудника. В общем, умеешь правильно замотивировать. Себя вспоминаешь, глядя до них? Я вспоминаю себя и стараюсь, конечно, те негативные моменты, которые были в моей памяти, стараться нивелировать их и сделать жизнь более интересной и показательной, чтобы было интересно и наукой заниматься, и просто находиться в нашем учреждении, и в поселке Внеисок, и в Одинцовском округе. Ну, самое главное, и продолжать развиваться. Конечно. То, как это блестяще удается тебе, несмотря на твой плотный график, у тебя еще остается время, чтобы издавать книги. Леш, расскажи об этом издании, которое вышло в свет в 2019 году. Это плод работы, можно сказать, большого коллектива нашего учреждения. Это работа лаборатории экологических методов селекции, в которую мне удалось попасть в 2001 году. Это одно из направлений деятельности лаборатории экологии. Это разработка методов снижения накопления экотоксикантов. Это тяжелый металлорадионуклида. Это была моя работа, кандидатская. Я ее ввел с 2002 года. И вот в 2016 году эта работа завершилась защитой докторской диссертации. И вот на основе докторской диссертации... Огромная книга с расчетами, с графиками. За два года, да, она доработана до вот этой версии, которая, конечно, более читабельная, чем диссертационная работа, для более широкого круга читателей. Кому интересна эта книга? Эта книга интересна будет как для специалистов по селекции, семеноводству, экологии, так и просто для огородников-любителей, которые хотят вырастить экологически безопасную продукцию овощных культур. Ты эффективный тайм-менеджер? Не мне судить. Ну, как ты так мастерски управляешь своим временем? Потому что руководить, конечно же, крупнейшим в стране федеральным научным центром, писать книги, еще успевать заниматься и семьей, и находить для своего развития время. Здесь, конечно же, большая помощь коллектива, потому что все сложные моменты мы решаем вместе. Ну и, конечно, нужно чем-то жертвовать, жертвовать свободным временем, поэтому, конечно, рабочий день мой завершается после 10 часов. Когда ты книги пишешь? Да, я после рабочего времени как раз занимаюсь вот таким научным творчеством. Алексей, знаешь, что сейчас не успел ты завершить работу над одной книгой, как в печать уже готовится вторая. Можем ли мы сегодня сказать об этом издании и открыть небольшой тайм? Да, эта книга посвящена моему учреждению. Это летопись селекции овощных культур. Она как раз посвящена истории селекции и темноводства овощных культур на примере нашей станции, нашего института, нашего центра, Федерального центра овощеводства. Я в ней постарался раскрыть все успехи, которые были у нашего учреждения, все наши достижения и исторические моменты, которые отражались не только на нашем учреждении, но в целом на семеноводстве овощных культур в стране. Алексей, ты уже сказал о том, что ваша продукция, семена Федерального научного центра расходятся по всей стране, но тем не менее, где могут приобрести семена жители Одинцовского городского округа, ближайшего Подмосковья, потому что, конечно же, семена, которые выращены здесь, они более приспособлены для нашей земли, для нашей широты, более устойчивы к тем или иным перепадам температурных. Для жителей Одинцовского округа наиболее оптимальные условия, потому что рядом с нашим центром находится наш фирменный магазин, в котором можно купить не только семена овощных культур, но и саму продукцию, которая выращена из семян нашей селекции. Что касается для граждан всей нашей страны, то для удобства был открыт интернет-магазин, он также просто звучит в несок.ком. То есть получается, что просто физическое лицо, один человек может заказать, ну, например, там, несколько пакетов семян огурца. Да, вполне, это все очень просто делается, это все доступно. То есть технологии тоже не обошли вас стороной? Мы стараемся внедрять современные технологии в наш процесс. На дворе февраль, все мы знаем, что обычно к 8 марта в вашем центре появляются первые выращенные огурцы. Будете ли вы в этом году радовать жителей округа свежей продукцией? Конечно, будем радовать, это уже традиция. Первые огурцы в Одинцовском округе – это огурцы вне сока. Поэтому приглашаем, и в марте уже можно попробовать нашу продукцию. Несколько слов хотелось бы сказать, в том числе и о журнале, который ты сегодня принес в нашу студию. Это тоже традиция центра? Это традиция заложена еще Грибовской станцией, когда издавалось издание научно-популярное, в котором рассказывались о достижениях и тех направлениях исследования, которые вели сотрудники Грибовской станции. Затем во вне сока, это был такой к юбилейным мероприятиям или к конференциям издавался сборник трудов, в котором также рассказывались о направлениях наших деятельностей. Но с 2010 года как раз у нас издается журнал «Овощи России», в котором мы раскрываем не только направление исследований по всей Российской Федерации, но и также и зарубежные авторы у нас печатаются. Ну и, конечно же, мы рассказываем о новинках, селекции и о том, как наиболее оптимально получать овощной продукцию в условиях нашей страны. Какие сегодня цели, задачи ты ставишь перед своим коллективом? Основная задача – это, конечно, внедрение научных исследований в производство. У нас есть продукт, который мы получаем с помощью, можно так сказать, своих мозгов. Поэтому мозги у нас светлые, вот теперь необходимо этот продукт коммерциализировать. И как раз за счет этого и решить проблему продовольственной безопасности Российской Федерации. То есть здесь такая основная задача – это обеспечение продовольственной безопасности за счет внедрения наших селекционных достижений. Я думаю, что вам это подсело. Мы будем стараться это сделать. Спасибо за интересную беседу. Спасибо, что сегодня был с нами. Спасибо. Вы смотрели специальные интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.